Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В издательстве НЛО вышла книга Михаила Ипштейна и Сергея Юринена «Кульминации» о превратностях жизни. Авторы определяют ее как попытку облечь общечеловеческие эмоции и духовные проблемы вплоть личного опыта, который трудно отделить от истории семьи и страны. Книга содержит около 90 кульминаций на разные темы, от любовно-романтических и семейных до социальных, религиозных и творческих. В 12 тематических разделах поочередно представлены микроисповеди авторов, оттеняя и дополняя друг друга. Каждому знакомы такие моменты жизни, когда с необычайной остротой переживаешь радость, уныние, страх, влечение, одиночество. Эта книга о таких высших точках опыта, кульминациях, когда сразу, почти мгновенно постигаешь себя и человеческую природу, явленную на гранях, на сломах, говорится в предисловии к книге. О том, как возник замысел кульминации, рассказывает Михаил Эвштейн. Мне подумалось, что, если что может быть интересно читателям достаточно обыкновенной человеческой жизни, это такие моменты, где она озарялась квинтэссенцией, пониманием каких-то высших вещей, ценностей, понятий. Соответственно, каждая главка в этой книге вызывается двояк, кульминация чего-то, каких-то чувств или каких-то качеств моральных, и название того конкретного жизненного эпизода, когда это качество было осознанно. Ну, например, кульминация угрозы, встреча с памятью. Память тут в кавычках. Это общество память, влиятельное в конце 80-х годов объединение русских националистов во главе с Дмитрием Васильевым. Послушаем главку «Кульминация угрозы». Лето 1988 года одно из самых светлых и радостных на моей памяти. Перестройка мчится вперед на полных парах. Рушатся прежние запреты. СССР открывается Западу. Еще в мае 1988 года начинается вывод советских войск из Афганистана. Создаются новые партии, в том числе Демократический союз во главе с Валерией Новодворской. Открыто и всеобщественно празднуется тысячелетие крещения Руси. Принят проект конституционной реформы и учрежден пост президента. Рейган посещает СССР и подписывает с Горбачевым договор о ядерных ракетах. Проводится первый в России конкурс красоты. Ускоряются реабилитации жертв политических репрессий. Впервые опубликован в СССР доктор Живаго. Издается почти все, что раньше 70 лет запрещалось и за что можно было получить тюремные сроки. Это была кульминация свободы в истории России, праздник падения деспотизма, сравнимый только с 1861 годом, отменой крепостного права и февральской революцией 1917 года. Но поскольку тирания, установленная в октябре 1917 года, была несравненно более жесткой и тоталитарной, то и освобождение от нее, да еще поддержанное средствами массовой информации, переживалось несравненно шире и праздничнее. Почти каждый день мы просыпались в новой стране. И для меня это было счастливое лето. На даче с четырьмя детьми. Хорошо работалось, вынимались из-под спуда, дописывались и постепенно выходили в свет вещи, которые раньше было немыслимо не то, что опубликовать, но и показать кому-то, кроме близких друзей. Из соистика «Ленин-Сталин», «Блуд труда», книги «Великая совь» и «Новое сектанство», деконструкция советской, да и вообще имперской идеологии. На даче я прожил до конца сентября, завершая на большом подъеме «Великую совь», опыт описания тоталитарной державы как царства полночных птиц на языке тотемических мифов и ритуалов. «Вернулся в Москву, предвкушая, как заново вольюсь в публичную жизнь, в свой старый клуб «Образ и мысль» и в новую лабораторию современной культуры. Какие мы будем проводить вечера, чтения, дискуссии, импровизации, как будем заново открывать мировую цивилизацию и наверстывать упущенное за XX век. Это была эпоха клубления в жизни Москвы, когда постоянно открывались все новые творческие объединения, клубы по интересам, лекционные программы. В один из таких дискуссионных клубов «Прометей», расположенный в Доме культуры гуманитарных факультетов МГУ на Моховой, моя «Альма-Матер», пригласили выступить и меня. Это было 1 октября 1988 года, как раз в тот день, когда Горбачев сделал еще один шаг к демократии, заняв пост председателя Президиума Верховного Совета, то есть переводя власть в стране с партийных на выборно-парламентские рельсы. Вечером в клубе проходила дискуссия «Русская, как мы его понимаем». Я, окрыленный новыми свободами, решил прочитать отрывки из своего эссе «Обломов и Корчагин» о маниакально-депрессивном психозе в отечественной истории и о путях его преодоления. Условно, «Обломов» — депрессивный полюс, а Корчагин — маниакальный. Они сочетаются, например, в героях Платонова «Войнах с новицах». Я читал из главы «Метафизическая воронка». Целые народы, как и люди, могут страдать от душевных недугов. Долго наше общество терзалось маниакально-депрессивным психозом. При этом маниакальное начало преобладало среди господствующих сословий на вершинах политики и культуры, тогда как масса нижних и средних слоев была погружена в депрессивное состояние, отразившееся в унылых, тягучих народных песнях, в тоске и жалобах, в бесконечном равнодушии ко всему. Маниакальный склад личности ярче всего обнаруживался у выдающихся людей. Собственно, сила мании и фобии и выдвигала их на передний край. Петр Первый и Суворов, Аввакум и Распутин, Белинский и Бакунин, Николай Федоров и Эдуард Циолковский, Писарев и Нечаев, Гоголь и Маяковский, не говоря уже об Иване Грозном, Ленине, Сталине, Троцком. У всех этих людей, даже при величии натуры и гениальной одаренности, есть какая-то резко выдвинутая черта, навязчивая идея, оттесняющая все остальное. Великан, стоящий на одном каблуке и размахивающий руками, вот поза нашего великого человека. Он широк по размаху своей энергии и крайне узок в точке ее приложения. Эта маниакальность соединяет два понятия, противоположных по смыслу. Партийность, от латинского pars, часть, и тоталитарность, от латинского totus, целая. Мания тотально по объему притязаний, партийно по точке приложения, в ней частично и целая, подменяют друг друга. Pars pro toto, часть вместо целого, формула мании. Широко разверстые зрачки, неподвижно устремленные в одну точку. Воронка взгляда, эмблема мании. Уже на этом месте стали раздаваться возгласы. Клевета, провокация, нас оскорбляют, почему мы это допускаем, под негодующие выкрики я все-таки дочитал до конца. В иные периоды преобладают маниакальные порывы, стремительные реформы, революции, перевороты, почины, скачки. Нетерпеливо закусывают у дела вихри кони, зачуявшие призыв будущего. Но затем наступает долгая эпоха застоя, упадка безвремени, гнетущая безысходная тоска. Настоящее и будущее видится мрачными, в памяти всплывают былые обиды, несчастья. Нелепо было бы ставить перед психиатром вопрос, что первично, а что вторично. Биполярность предполагает совместность обоих полюсов. Точно так же вряд ли историк объяснит, инертность народа ведет к одержимости правителей или бушевание верхов заставляет притаиться и застыть низы. Эти пульсации бывают в истории каждой страны, но мало где они достигают такой амплитуды и резкости перепадов, как в России. Конечно, коль скоро речь идет об обществе, такая биполярность — это проблема не медицины, а метафизики. Это бинарность самой культурно-исторической модели в ее болезненном и порой саморазрушительном выражении. Озлобление нарастало. После громких возгласов и ропота из зала взял слово член Национального совета общества «Память» Николай Дедков, правая рука самого Дмитрия Васильева, как он себя представил. Он успокоил публику, все под контролем, такие выпады даром не пройдут, русских в обиду не дадим, память ничего не забывает. Далее назвавший себя научным сотрудником А. Зелинский объявил, что если бы такое произнесли в Иерусалиме о евреях, докладчика побили бы камнями. Прозрачный намек. Его жена, психиатр, рассуждала об открытости и доверчивости молодого русского народа и о жестокости старого еврейского, ссылаясь на кровожадность пророка Иезекииля. Содержание моего эссе вообще не обсуждалось. Только моя фамилия, национальность, гены. А значит, у меня нет права судить о стране, в которой я прожил почти 40 лет. Стало ясно не только из слов, но и из интонации и жестов, что теперь я внесен в их списки. И только потом уже, рассказывая об этом происшествии встревоженным близким, я сам удивился своему безрассудству. Двух с половиной лет гласности оказалось достаточно, чтобы потерять осмотрительность и полезть на рожон, забыв, чему меня учили десятилетия жизни в тоталитарном государстве. Так 1 октября 1988 года закончилось для меня лето Господне благоприятное, и то царство свободы, счастливый приход которого я переживал с весны 1986 года. Навалилось предчувствие мрака, который вскоре начнет обволакивать всю страну. В то осень и зиму гласность стала оборачиваться кликушеством и мракобесием. Со всех сторон в печати и из устно роились одни и те же слухи о памяти, об антисемитизме, о кровавой бане, о предстоящих погромах. Подумалось о детях, о будущем. Через год с небольшим мы уехали из страны. 20 лет спустя этот мрак стал прорываться за границы России. Грузия, Крым, Донбасс. А теперь он пытается объять целый мир. Михаил Эпштейн вспоминает о том, как эта неприятная встреча с агрессивными мракобесами изменила его настроение. Это была точка, да. При том, что это был такой облом, потому что у меня было невероятно жизнерадостное такое оптимистическое и светлое состояние в последние два с половиной года. С весны 86-го, когда началась осень перестройка, и все все замечательное, и все мое подпольное сочинительство выходило наружу. И каждый день поступил на другой стороне. Вдруг я понял с осенью 88-го, как все потемнело, как страшно все потемнело, и ничего еще в этом мракобесе. История из совсем другой эпохи и другого города. Минск, 1963 год. Кульминация начинающего. Во славу W. Главка, написанная Сергеем Юриненом. Пруст Джойс Кавка о том, что литература 20-го века, а дело было в 1963-м, мне 15, стоит на этих трех китах, прочитал у Ахматовой, еще была жива, в одном из ежегодных сборников Дня поэзии. Троица была труднодоступна. Развернул охоту. Не все же Хемингуэем единым, еще толстым ЛН. По мелким библиотекам можно было не искать. Сосредоточил поиски на Минской Ленинке, центральной библиотеке БССР. Во втором и третьем классах, когда я был центральным мальчиком, я жил с ней рядом, и на задах этого конструктивистского здания, перед которым сидели на скамейке Ленин со Сталиным, обнаружил однажды крытый загон с макулатурой, а в ней официальные конверты загранбиблиотек, с которыми Ленинка поддерживала связь. Больше всего было американских, и дома с этих конвертов я отпаривал марки с факелоносной женщиной в венце лучей. Место, куда я в своих целях записался, оказалось либеральным. Дискриминации по возрасту не было, хотя иногда библиотечные дамы с любопытством взглядывали. На дом книг не выдавали, но в читальном зале сиди, читай. Так и повелось по воскресеньям. В субботу тогда учились. Поиски сразу обнаружили, насколько свободней были времена от революции до середины 1930-х. В этот период Пруст выходил официально. Первым на руки мне его и выдали. Девушке в цвету, германты, не пошел. Не зацепил, уже не говорят по-современному. Пруст мне не зашел. Труднее всего оказалось с Кавкой. В иностранной литературе прочитал два-три рассказа, но черный малоформатный его однотомник вышел только в 1965 году. В книжном спецраспределителе книгу эту получил секретарь идеологического отдела Минской области товарищ Короткевич. А его сын, мой одноклассник, этим похвастался, зная о моих интересах. Долго он меня мытарил, но выдал Кавку на прочтение. Зачитать мне ее не удалось. Пришлось возвращать. И, о счастье, получил ее от Джона Женьки в подарок на 18-летие. По опыту Кавка оказался ближе, но не захватил всецело, в отличие от Бабеля, зачитанный однотомник которого, с предисловием Оренбурга, достался мне в мои 11 от соседа по лестничной площадке, инженера Кировского станкостроительного завода Ефима Лазаревича Гинсбурга. Человек с альтернативной внешностью, а неполиткорректно, карлик, он обрел, если не бессмертие, то жизнь после жизни, благодаря фильму Владимира Вайнштока «Остров сокровищ» 1937 года, где стоит среди пиратов на столе с кружкой пива. Первым и, безусловным, для меня стал Джойс. В Ленинке нашлись не все выпуски этой вершины подсталинского либерализма, журнала иностранная литература, 1933-1943 годы. Публикация глав «Улисса» была оборвана перед большим террором. Главные редакторы «Есенский» и «Динамов», состоявшие в переписке с Хемингуэем, расстреляны, как и сотрудник-переводчик Валентин Стенич. Его перевод глав с четвертой по шестую в «Звезде» я не нашел. Возможно, погибли и другие. Понятно, что открыл я не столько самого Джойса, сколько «Кашкинскую школу перевода», то есть труд первого переводческого объединения под руководством Ивана Кашкина, шедевром которого и стали попавшие мне в руки главы, а среди них поток сознания самого Одиссея Леопольда Блума. Трудно описать, что сделал этот Одиссей с моим собственным сознанием. «Бодрый ныряк в подсознании, видеть инфузории, бациллы, атомы, пока не всплывешь. Эйн, Зейн, Штейн, вишневые трусики, ура-ура, искателям Джемчуга Джойса». Лучше сатирика Архангельского в виде исключения умершего в Москве 38-го своей смертью не скажешь. Но вот со мной на всю жизнь ярчайшее воспоминание. Вечером того дня, когда мне удалось донырнуть до Джемчуга, я возвращался из библиотеки мимо парка имени, конечно, Горького. Был как под наркозом, будто наглотался веселящего газа радостного откровения. С вершины красноармейской оглянулся и увидел за собой в тумане сверкающую вереницу символов Виктории в квадрате, сближенные и спаренные в W. Кроме меня и Джойса никто бы не увидел в этом знак. Сим победиши. А ведь W еще и символ Запада. Хотя бы только на компасе. Но этот ориентир тогда еще не был мной осознан. Смотрел на компас и не видел. Но месседж от Джойса я узрел. Сергей Юринен много лет прожил в Европе, работал на Радио Свобода и рассказывает об этом в книге, но в конечном счете выбрал Соединенные Штаты. О том же самом выборе Михаил Эпштейн размышляет в главке «Фамилия кульминация. Как я вышел из очереди?» Как бы продолжающий кульминацию ужаса. Москва, 1989 год. Все голоднее и тревожнее. У меня четверо детей от года до десяти. Есть официальное удостоверение многодетной семьи, выданное для предъявления в продуктовых магазинах с правом на обслуживание без очереди. Очередь на Смоленской площади за молодой картошкой. Предъявляю удостоверение вместе с паспортом. Продавщица громко, размеренно, по складам сообщает, как бы обращаясь ко всей очереди. Михаил Наумович Эпштейн. В музыкальном напоре этой фразы звучит крещенда. Михаил – это слабое начало, проблеск. Наумович – это резкие усиления, растущее подозрение. Эпштейн – это кульминация, ликующая сила, извинящий восторг. Фамилия – экстаз. Очередь глухо ракочет. Раздаются возгласы, которых я стараюсь не расслышать. Вот почему я в Америке. В 1988 году в клубе «Прометей» Михаил Эпштейн читал отрывки из эссе «Обломов и Корчагин» о маниакально-депрессивном психозе в российской истории. Идеи, которые вызвали такое негодование у общества память, вполне применимы к нынешнему историческому этапу. Вот у Платонова, например, у него этот «Обломов» и «Корчагин» сочетаются в одних образах. Это такой вот воин-сновидец. Он вроде бы воюет, он действует, он как с копенком, как он был в Челенгуре. А в то же время такое впечатление, что он спит, в прострации. Это вот все челенгурцы. Нам повезло родиться в тем мире. Как вот сейчас Ашишкин прочитал книгу, она называется «Мои». Это его эссе о русской литературе. Полус Золотой Орды, замнивший себя Третьим Римом. Ну, в результате получилась такая вторая Орда. Или химерический какой-то такой Ордарим. Знаете, я хорошо изнутри чувствую это состояние, которое, в общем-то, переживали на своей родине. Вот это состояние, как он блог писал в своем дневнике. Куда не посмотришь, ну, идет там по улицам, по Схорской или Питерской. Всех жалко. Вот это жалко себя. Ощущение какой-то никчемности, бессмысленности. Не одновременно какие-то порывы. Живой человек, хочется испытать себя, почувствовать, что такое жизнь в ее подъемах. И ощущение, ну, какой-то неподлинности и жалкости. Это определенная работа со временем. Есть время, которое обозначается треческим хронос. Ну, такой вот стремя. Идет, 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 идет. Шаг за шагом, шаг за шагом. А есть еще у греков такое понятие хаэрос. Это время внезапное. Время, когда тебе предоставлена какая-то возможность, которая уйдет через момент. Это время удачи, время свершения, время понимания, осознания. Прорыв, как бы, в ровном ходе времени. И вот в предисловии, я сразу об этом говорю, что у нас хаэрос, а не хром. В главке «Кульминация ядерной угрозы. Победа или месть» Михаил Ипштейн вспоминает кризис 1983 года и размышляет о главном козыре нынешних хозяев Кремля – ядерном оружии. Если шанса на победу нет, то остается месть как главная цель. Месть – это сила, которая тащит живых в царство мертвых. Умирающая империя, уходя, готова громко хлопнуть крышкой гроба. Все, что Россия сейчас делает в Украине – это чистая месть. Это не победа. Это поскольку даже немцы, фашисты, нацисты, они старались не разрушить больше, чем нужно. Они надеялись возделывать потом эту землю, оккупировав ее и затем сультивировав. А это чистое, там ничего не возрастает и ничего не проектируют. Это просто закупленная, выжженная, уничтоженная земля. Раз нам это не достанется, так не достанется никому. Чем отличается месть от желания победы? Тем, что эта игра не с нулевой, а с минусовой суммой. В победе есть выигравшая сторона, есть проигравшая сторона. Вообще-то хорошо играть с положительной суммой, с плюсовой суммой, когда я выигрываю, ты выигрываю, когда оба выигрываю. На этом построена стратегия Запада. Есть другая такая стратегия понятная, кто-то выигрывает, кто проигрывает. Совсем страшная стратегия, когда проигрывают все. И то, что делает сейчас российская власть, Путин, это такая славянофобия, это такое уничтожение славянства, руками друг друга, то, по-моему, заказать такую войну мог только Китай, который хочет раздвинуть северные территории для своего освоения. Это безразличие к будущему и к материальному миру обусловлено духом пустоты кочевой цивилизации. Конечно, мы вышли из этой среды, и нам идеи были дороже, плотчиво, и мы очень неуверенно чувствовали себя в материальном мире. Вообще советский человек, может, российский человек. Я об этом книги «Русский антимир» в разделе «Шизофашизм» писал вот об этом качеве, о том, что цивилизация еще не стала оседлой, и поэтому у нее нет привязанности к вещам, привязанности к миру. Она проносится, гонимая таким духом пустоты, вообще по всему этому пространству, и обрушивается, как такой смерч. Она близлежащая цивилизация, опустошает их, и лечится дальше, но у нее нет привязанности к миру, к земле. Действительно, уст золотой орды. У меня в другой книге «Новая сектанство», там, отлично, такая красная орда, как одна из тех, поменявшая свой цвет золотого, так сказать, на красный, но при этом остающаяся совершенно ордынской по духу. Я это вот чувствую, что нет ощущения собственности. Собственность – это от слова «свой». От этого же корня и слова «свобода». Бой, свобода, собственность. Вот эти три вещи, три элемента первокультуры, которые и располагают культивацией, и не культивацией страны, они отсутствуют на обои российских первичных интуиций, они отсутствуют. И поэтому люди любят свои дома, свои квартиры, свой уют, но они понимают, что это в любой момент они могут отнять, что придет какая-то революция, или придет какая-то бандитская смора, и все это разрушит, отнимет, налетит какой-то исторический смерч. Поэтому они больше не вкладывают в себя. Ни во что не вкладывают. И все же были надежды, что эта кочевая пустота чем-то заполнится. Я в 90-е годы вообще не бывал в России ни разу. В 2003 году вернулся. То есть перерыв был 13 лет. И я был, честно говоря, потрясен, когда в 2003 году вернулся, насколько Москва изменилась, насколько в ней запахло западом. Я помню, что когда я приехал на Запад, в Штаты, первые 3-4 года мне вбил в глаза свет, потому что это была красочная среда. Здесь все сияло красками. Оказывается, что в Советском Союзе в Москве это постоянно такой световой волк. Но вот когда я вернулся в 2003 году, я совершенно не почувствовал никакой серости. Все было в этом смысле выкрашено и играло красками. Я надеялся. Почему же надежды не сбылись? Я это называю территориальное проклятие. То есть так много вокруг вот этой вот пустоты, которую уже не возделать, в России, собственно, обитаемо только примерно 20%. То есть если сравнить, например, с Соединенными Штатами, где обитаемо 80%, или Китай, где обитаемо там 50%, то Россия гораздо меньше по территории. И в нем вот этой вот пустоты, если ты не можешь возделать, если все такое вот пусто запущенное, то она вырывается как бы в свое собственное жилище. Ну вот у Кубакова замечательный, или у Кубакова такой замечательный образ. Он говорит, что вот здесь пустота, вот стол. На нем стоят какие-то блюда. Такая часть стола еще не заполнена. Хозяйка постепенно приходит, приносит. Это такая пустота, которую можно как бы вот заполнить новыми какими-то там трубочками. А вот представьте, что под столом сидит пьяница и стаскивает скатерцы вреда тебя. Вот это другая пустота. Вот на Западе есть своя пустота, но это пустота, сдущая как и заполнение. А в России такая пустота, которая агрессивная, тянущая на себя. И это просто воздух, и это даже безотчетно. Это невозможно объяснить. Это там, где обитали татаро-монголы, где они проносились, и потом это стало вот Россией. Гостем программы «Культурный дневник» был философ Михаил Ипштейн. Мы говорили о книге «Кульминации», которую он написал вместе с Сергеем Юрьененом. С вами прощается продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Дмитрий Волчек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok